Говоря об этнических религиях, обычно имеют в виду иудаизм, индуизм и синтаизм, религию японцев, чья история уходит вглубь тысячелетий Казалось бы, в 20 веке возникновение новых национальных вер ничто не предвещало Но неожиданно подобная религия появилась у украинцев Ее немногочисленные адепты считают пророком, перебравшегося в Канаду бывшего красноармейца Льва Селенко Лев Селенко родился в 1921 году в селе Богоявленском Кировоградской области В эпоху коллективизации его семья была раскулачена, отца сослали в Сибирь Юный Лев учился в Кременчугском библиотечном техникуме, жил в Киеве и Москве, работал на теплоэнергоцентрале В Красную армию Селенко призвали незадолго до начала Великой Отечественной войны Летом 1941 года он попал в окружение, возможно, из-за ошибок командиров В биографии Селенко его довольно пассивное пребывание на фронте описывается, например, так Только солдаты поднимут головы, чтобы бежать, как в ряд начинают падать, скошенные пулями немецких пулемётов Какое безумие! Ведь могла бы сотня бойцов обойти, скрываясь, этот холм и неожиданно уничтожить пулемётные гнёзда фашистов, рассуждает Селенко В 1943 году Лев Селенко сумел покинуть лагерь для военнопленных в Новом Борисове В сети встречается версия о том, что он сотрудничал с немцами, однако сам, пророк, утверждал, что на воле у него возникли проблемы с эсэсовцами из-за приверженности украинскому национализму Тогда Селенко через Киев и Польшу уехал в сам Третий Рейх После войны ему довелось побывать в нескольких лагерях для перемещенных лиц в американской зоне оккупации Германии Как и многим другим беженцам, будущее виделось Селенко в туманном свете Зато рядом оказалось много украинцев, гордящихся тем, что они украинцы Ниша общественной и политической деятельности в основном была занята галичанами-бондировцами Но Селенко избрал другую стезю Как раз там, в лагерях, бывший красноармеец впервые начал проповедовать родную украинскую народную веру Последователи чаще пользуются аббревиатурой Эруэн-Вера Пророк утверждал, что он гость из «Вечности Дашбожьего Света» О Дашбоге, почитавшемся в Древней Руси как о лицетворении Солнца, Селенко якобы слышал еще от своего деда Примечательно, что созданная им религия не стала реконструкцией славянского политеизма Селенко проповедовал единобожие и не допускал поклонения, к примеру, Перуну или Сварогу Пик активности Селенко пришелся на тот период, когда в Северной Америке, куда перебрался основатель Эруэн-Веры Плодились многочисленные секты Нью-Идж Как и они, Селенко учила о духовной эволюции, перерождении душ, единении с природой Но в отличие от индийских ягов и оккультистов его проповедь была направлена исключительно на украинских Эмигрантов в США и Канаде Первую общину Селенко зарегистрировал в Чикаго в 1966 году А в 1978 году в штате Нью-Йорк был построен соборный храм, святыню Матери Украины Культовые сооружения почитателей Дашбога оформлялись в духе украинской народной культуры с преобладанием жовто-блакитных цветов Такой антураж, вероятно, должен был вызвать сентиментальные чувства у иммигрантов, знакомых с украинской деревней лишь по рассказам бабушек Книги Льва Селенко наполнены антихристианской риторикой, элементами фолк-хистори и любительской лингвистики Автор всеми силами стремится убедить последователей в том, что Украина — это центр планеты Земля Учитель, например, возводил начало истории украинцев не к Киевской Руси, а к эпохе 20-ти тысячелетней давности Понятия «рая» и «ада» Селенко раскрывал, исходя из Библии Говорил о земном рае, описанном в книге «Бытия» и позиционировал его географически на территории современной Украины, отмечает исследователь из Варшавы П. Павлюк Почитателями Дашбога, как утверждал Селенко, были еще племена трипольской культуры, существовавшие в пятом тысячелетии до нашей эры на территории Украины, Молдавии и Румынии С 1992 года эру Энвера начала распространяться в самой Украине Ее, пророк, впрочем, на родину так и не вернулся, он скончался в Канаде в 2008 году и был похоронен по трипольским обычаям Ее, пророк, впрочем, на родину так и не вернулся, он скончался в Канаде в 2008 году и был похоронен по трипольским обычаям Ее, пророк, впрочем, на родину ламп...